Грядущий день автомобилиста водители Всероссийского общества ДОСААВ, конечно же, решили отметить соревнованиями. На парковке одного из торговых центров города в минувшие выходные они демонстрировали жителям областного центра свои навыки и умения управления машиной. Сразиться за право считаться лучшим водителем из разных муниципалитетов приехали 30 человек. Зачета два – личный и командный. Немножко влажная поверхность, а участие – это очень азартно, принимать многоборье, то есть знакомиться с людьми, смотреть, как другие общения, потому что здесь большинство мастера производства обучения из разных городов, областей по области. Общение очень приятное, много нового узнаешь. Лучшим водителем считается тот, кто быстрее всех преодолеет дистанцию. Выполнить нужно 12 основных упражнений. Параллельную парковку, змейку передним и задним ходом, габаритные коридоры и многие другие. Лучшее время в этот раз – две минуты. За грехи и ошибки судья добавляет секунды. Страфные баллы за то, что сбили стойку или наехали на колею, или не выполнили упражнения. Соответственно, в зависимости от того, какие стойки и какие упражнения не выполнили, от 5 до 20 баллов. Не выполнение упражнения – 50 баллов. Это все суммируется, то есть добавляется, можно сказать, время. Участниц женщин на состязаниях 6. Водят они лихо и особенного отношения к себе не требуют. Ирина за рулем 15 лет. Ее профессия – инструктор по вождению в шуйской автошколе. Курсанты совершенно по-другому относятся. Мы более девочки мягкие, более подробно объясняем какие-то ситуации, на каких-то простых элементах объясняем. В принципе, эти соревнования – это же ювелирная езда. То есть на время, на точность. В городе совершенно другой алгоритм действий, да, то есть там надо внимательность. А здесь именно точность выполнения элементов. Данилу 18. На соревнованиях он выступает как юниор. За руль его впервые посадила мама, когда мальчику было 8. Сейчас выполнение любых элементов на площадке труда не представляет. Прав у Данила еще нет. Рассчитывает получить их в следующем году. У каждого человека есть определенный элемент, который дается тяжело. У меня это крест. Если надо проехать его трижды, потому что можно запутаться. Это колея правой стороной, потому что тяжело ощущать габарит машины, особенно не водительскую часть. И парковка, квадрат. Квадрат 50-50, в котором надо стать правым передним колесом. Опять же, потому что это габариты. Иногда тяжело их вычислять. Для победы в соревнованиях, уверены участники, важна исключительно практика. Тренировки на аналогичных площадках. Общий стаж, как ни парадоксально, ключевой роли не играет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.